Очередной виток противостояния на рынке Стимул, расположенном на улице Иволгинская в районе Левобережья, и где обе стороны считают действия друг друга не иначе как рейдерским захватом, вновь зашел в тупик. Напомним, около полутора лет назад между предпринимателями возник хозяйственный спор за право владения рынком. Последующие скандалы на грани криминальных разборок все же перешли в юридическую плоскость, но одна из сторон ООО Стимул объявила себя единственным владельцем и передала управление компанией Актив Групп. На сегодняшний день вторая сторона свое право на рынок уже доказала в суде. До совершения исполнительных действий судебными приставами на данном объекте незаконно занимала помещение фирма Актив Групп, которая заключала в лице директор Пали Иван Дмитриевич, учредитель Оленникова Наталья Павловна. Это также аффилированные лица компании ООО Стимул. Указанные лица взимали арендную плату с арендаторов и распределяли их по своему усмотрению. Генеральный директор Актив Групп, в свою очередь, не отрицает факт сбора арендной платы, но отмечает, что использовалась она по назначению. Арендная плата взималась, но арендная плата шла на улучшение самой работы рынка, на ее хозяйственную деятельность. Стороны намерены продолжить выяснять отношения в суде. Тем временем, проблемы возникли у трех арендаторов торговых точек. Новый собственник предлагает им расторгнуть уже оплаченные и действующие до конца года договоры аренды. Предприниматели утверждают, что в противном случае их обещают выкинуть из стимула. Угрозы идут, охрану постоянно сюда ставят, не дают работать, практически закрывают место и не дают работать. Вчера буквально вечером мне звонил Сахьянов и сказал, что если завтра мы отсюда не съедем, то значит он будет действовать другими методами. Борьба за кошельки арендаторов и покупателей в полном разгаре. Обе стороны пишут заявление в МВД и прокуратуру. Полиция регулярно выезжает на экстренные вызовы сторон, но точка в громком деле, похоже, будет поставлена в еще одном судебном разбирательстве. Намсара, Намсара, Виктор Еланцев, Новости дня.